Футбол и музыка неразлучно связаны друг с другом вот уже несколько десятилетий. Это и гимны крупным международным турнирам, и всем знакомые с детства композиции к Еврокубкам, и, конечно же, фанатские песни, без которых не обходится ни один современный матч. Это топ-10 лучших песен футбольных команд. Поехали! На 10-м месте. Вестхэм. Мелодия, которая разносится на стадионе английской команды, известна каждому, кто хотя бы раз посещал домашние матчи молотобойцев. Запевы I'm Forever Blowing Bubbles уже вошли в историю всего английского футбола, ведь болельщики лондонцев считаются одними из самых голосистых среди всех клубов АПЛ. Сама композиция была написана ровно 100 лет назад, однако широкую популярность приобрела лишь в середине 50-х годов прошлого столетия. Во время великолепной игры Вестхэма тогдашний директор клуба Корнелиус Билл начинал напевать всем знакомый мотив, однако мог ли он тогда предположить, что через несколько лет эта песня станет неофициальным гимном целого клуба и всего фанатского движения? Вряд ли. 9-е место. Мы разделили Барселона и Реал. Это противостояние, наверное, никогда не закончится. Тем примечательней тот факт, что гимны соперников пропитаны совершенно разной философией. Если болельщики синегранатовых распевают о единстве и о многонациональности фанатской базы, то сливочные, наоборот, выражают свою индивидуальность, благородие и чистоту клуба. Эль Кан де Барса и Хала Мадрид остаются неизменными с момента своего написания, но каждый раз при их исполнении все присутствующие на стадионе сливаются воедино, образуя самые настоящие сердца двух испанских грандов. На восьмой позиции. ЦСКА. Фанатский сектор армейцев уже не первый год исполняет легендарную советскую песню, которая впервые прозвучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Речь идет о композиции «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», которую в 73-м году исполнил Валерий Золотухин. Саундтрек из культового фильма так понравился болельщикам столичного клуба, что стал их постоянным неофициальным гимном. И теперь на новенькой веб-арене во время аншлагов Красно-синяя гвардия запевает песню целиком, поддерживая ее духовыми инструментами, барабанами и пиротехникой. Седьмое место. Северная Ирландия. Чемпионат Европы 2016 года подарил футбольному миру не только незабываемые эмоции, но и самый настоящий хит, который занял седьмое место по скачиваниям в iTunes. Кто бы мог предположить, что «Завсегдатая мелодия с ирландских трибун» всего лишь кавер фаната Уиггана на сингл, в котором полностью был заменен лишь припев. Болельщик, выложивший видео в интернет, посвятил песню Уиллу Григу, который в том сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Уилл Григг на огонь, твоя защита на огонь, Уилл Григг на огонь. Все, кто! Заедающий мотив и официальный ремикс сделали свое дело. 27-летний нападающий стал известен, а строчки Уилл Григгс он фаер еще долго будут разноситься на футбольных аренах Северной Ирландии. На шестом месте Ювентус. История большой любви, о которой поет Пауло Белли, адресована отнюдь не прекрасной девушке, а футбольному клубу, чьи болельщики официально признаны самыми пивучими во всей Италии. Юве после переезда на новую арену перед каждым домашним матчем включает композицию, которую в едином потоке подхватывают все болельщики старой сеньоры. Помимо стандартного хорового исполнения, перед началом встречи болельщикам удалось уговорить подпевать и самих футболистов. Так, в середине нулевых был записан студийный трек, диск с которым можно приобрести на официальном сайте Ювентуса. Пятый. Манчестер Юнайтед. Красные Дьяволы имеют сразу четыре фанатские песни, каждая из которых может считаться официальным гимном. Ну, во-первых, славься, славься, Манчестер Юнайтед. Эту песню знают абсолютно все любители британского футбола. Но мало кто в курсе, что болельщики из Манчестера позаимствовали идею у фэнов Тоттенхэма, которые исполняли этот хит задолго до того, как он впервые прозвучал на Олд Траффорд. Вторая по популярности песни красных – «Take Me Home United Road», которую часто можно услышать на стадионе. Она является кавером на оригинальный трек «Кантри Роуд», который в 70-х звучал на всех дискотеках. Ну и еще парочка крутых. «Fuck Them» и «In the MU Club», который является вишенкой на торте в системе исполнения фанатских песен Юнайтед. На четвертой позиции – Исландия. Удар барабана. Ху! Хлопок. Именно такие простые и запоминающиеся движения покорили всю Европу два года назад, когда во Францию пожаловали грозные исландцы. Многие ошибочно предполагают, что именно викинги породили столь грозный клич. Однако автором данного неформального гимна принято считать шотландский клуб «Мотероуэл», который противостоял клубу из Рикьявика в Лиге Европы. Сама идея такого перформанса не нова. Подобными выступлениями славились, например, фанаты Ланса, Ниццы и Леона. Но именно исландские бородачи навсегда останутся в наших сердцах. На третьем месте «Зенит». Совсем недавно Сергей Шнуров подарил петербуржцам гимн на все времена. «Сине-бело-голубое небо» уже успело прозвучать на новой арене в исполнении 60 тысяч болельщиков. Произошло столь знаменательное событие в недавнем матче со «Спартаком». Сам же фронтмен группы «Ленинград» признался, что текст был написан всего за пару минут. Второе место. «Лестер». «Чудо сотворенное» этой командой еще долго будут вспоминать, впрочем, как и их неформальный гимн. Автором песни выступила инди-рок группа «Косебиан», которая написала хит под названием «Файр». После победы родной команды коллектив дал концерт на домашнем стадионе «Лис», а видео с выступлением стало мемом, ведь умельцы вместо лиц исполнители прикрепили анимированные фотографии игроков чемпионского состава. Сейчас этот сингл звучит перед началом домашних матчей, а болельщики распевают его акапелло, гоня свою любимую команду только вперед. Ну и победитель – «Ливерпуль». «You'll never walk alone» – песня, написанная двумя британцами к мюзиклу «Карусель» в 1945 году. После создания эту композицию на своих концертах исполняли такие звезды, как Элвис Пресли и Фрэнк Синатра. Однако в 60-х годах прошлого века ее перепела ливерпульская рок-группа «Джерри эндэ Пэйсмэкерс», после чего руководство футбольного клуба решило поместить слова из этой песни на эмблемы клуба. Сам же трек стал гимном болельщиков не только Ливерпуля, но и Дортмундской Боруссии. Теперь два прославленных клуба на каждом матче с большим удовольствием исполняют и скандируют легендарное You will never walk alone.